здравствуйте виноградари с вами снова Юрий Егорутин и сегодня будет интересная как мне кажется тема в этом ролике я схематично разберу такую формировку винограда которую многие называют обрезка со смещенной зоной плодоношения многие о ней очень много говорят очень много поют этой формировки дифирамбы и позиционируют ее как конкурента обрезки на плодовое звено то есть многие считают что если они будут применять вот эту обрезку то сучок замещение им совсем не понадобится то есть он будет в этой формировке лишним дело в том что особенность виноградных кустов в том что у них очень быстро удлиняются рукава то есть со временем они настолько удлиняются что невозможно их уже подвязать и невозможно нормально за ними ухаживать в этой формировке со смещенной зоной плодоношения длинные рукава и многие считают что раз рукава длинные то они могут бесконтрольно удлиняться и в этом ролике я постараюсь подробно разобрать вот эту формировку но давайте для начала рассмотрим схему на экране перед вами классическая формировка для укрывной зоны виноградарства вот этот вариант для одноплоскостной шпалеры если у нас шпалера двухплоскостная то для каждой плоскости будет вот такая формировка и называется этот куст веерный бештамбовый и обрезка на плодовое звено то есть на плодовую стрелку и на сучок замещения то есть вот так устроен классический многорукавный веерный бештамбовый куст для укрывной зоны виноградарства обрезанный на плодовое звено на сучок замещения и на плодовую стрелку но если наличие вот этих сучков замещения превращает эту формировку как многие думают довольно сложную то давайте рассмотрим упрощенный вариант точно такой формировки и перед вами тот же бештамбовый веерный куст но только на каждом рукаве у нас сформирована только плодовая стрелка у нас не плодовое звено а только плодовая стрелка и вот такую обрезку практикуют многие виноградари не заморачиваясь с сучком замещения и кажется что все довольно просто но у этой формировки есть один недостаток дело в том что вот при такой формировки при такой обрезке наши рукава удлиняются очень быстро в год может быть удлинение до 40 сантиметров и представьте 3-4 года и наш рукав удлинился возможно на 2-3 метра это очень много то есть вот такой куст очень сильно разрастается и с ним становится очень неудобно работать и если мы посмотрим на этот рисунок то перед нами вот данный момент только один куст но обычно кусты высаживает рядами несколько кустов в ряду и вот перед вами для примера уже два таких куста здесь тоже обрезка только на плодовую стрелку и обычно при такой формировки расстояние между кустами в ряду выбирают от 3 до 4 метров и вот обратите внимание мы сформировали два вот таких одинаковых куста предположим этим кустам ну три либо четыре года то есть мы только-только их сформировали у нас все красиво подвязано вот каждой плодовой стрелке это и этой то есть каждой плодовой стрелки есть свое место каждая плодовая стрелка плода носит на своем месте и все у нас нормально но дело в том что как я уже говорил рукава начинают удлиняться причем самая главная беда удлиняться они начинают неравномерно то есть например вот этот рукав в этом году может у нас не удлиниться то есть обрезка будет произведена таким образом то есть побеги вырастут таким образом что нам удастся вот этот рукав и эту плодовую стрелку оставить вот на этом месте но предположим что вот этот рукав соседнего куста по какой-то причине нам не удалось удержать на этом месте и рука у нас удлинился ну приблизительно на 40 50 сантиметров и вот эта плодовая стрелка у нас перехлестнется уже вот с этой плодовой стрелкой то есть пока у нас кусты молодые у нас у каждого куста вот своя зона плодоношения у куста номер один это вот эта зона плодоношения а у куста номер два вот эта зона плодоношения проходит несколько лет и у нас может получиться вот такая ситуация вот этот рукав вот эта плодовая стрелка удлинилась и зона плодоношения куста вот номер один у нас будет уже вот такая большая а зона плодоношения куста номер два уже будет вот такая то есть наши кусты наши плодовые стрелки перехлестнулись и вот в этом месте у нас появилась зона совместного плодоношения но так как там место больше не прибавилось а на одну единицу длинные шпалеры мы не можем разместить большее количество побегов то приходится часть побегов и на этой плодовой стрелки и на этой плодовой стрелки попросту удалять то есть на самом деле урожай вот этих плодовых стрелок упадет в два раза но если мы их оставим все то будет слишком большое загущение и попросту у нас будут болезни попросту у нас будет плохое опыление и оплодотворение то есть это очень плохо то есть на винограднике возникает вот такая нехорошая ситуация причем мы ее не можем полностью контролировать у нас нет никакого механизма у нас нет никакого приема чтобы воспрепятствовать удлинению рукавов и вот для этих целей чтобы наши рукава слишком быстро не удлинялись и предназначен сучок замещения то есть вот обратите внимание это та же самая формировка те же самые два куста но вот на каждом рукаве у нас дополнительно еще есть вот по такому сучку замещения и что у нас происходит как у нас в идеале должна происходить обрезка то есть предположим вот перед вами это состояние весна за сезон вот из каждого глазка выросли у нас побеги на них мы получили урожай то есть вот на этой плодовой стрелке мы получили урожай на сучке замещения он у нас обрезан коротко либо два либо три глазка задача у нас вырастить два хороших побега после того как мы осенью убираем вот урожай с плодовой стрелки мы вот эту старую плодовую стрелку полностью вот в этом месте удаляем а из побегов на сучке замещения формируем новое плодовое звено вот из нижнего побега у нас будет новый сучок замещения а из верхнего новая плодовая стрелка и смотрите мы вот эту часть срезаем то есть вот эту часть срезаем вот эту часть срезаем и у нас удлинение рукава за сезон должно быть одно между узле а вот в этом месте между узле еще и короткие и получается удлинение рукава за сезон около 4 сантиметров и вот благодаря этим сучкам замещения Мы можем длительное время наши кусты оставлять на одном и том же месте шпалеры. То есть в течение 5-6 лет, возможно даже 8, наши кусты вот так и находятся на этом месте. То есть вот эта плодовая стрелка не перехлёстывается с этой плодовой стрелкой. Естественно, рукава у нас тоже удлиняются, но происходит это гораздо медленнее. И как только наши рукава удлиняются настолько, что появляется тоже перехлёст, то особо длинные рукава нам придётся удалить и вырастить на их месте новый, молодой, более короткий рукав. И на этом новом рукаве тоже формируется вот это плодовое звено и всё начинается сначала. Обычно срок службы вот таких рукавов, которые обрезаются на плодовое звено, где-то от 4-5 до 80 лет. Но ещё прошу обратить внимание на такой момент, когда мы перейдём вот к этой обрезке со смещённой зоной плодоношения. Многие говорят, у меня длинный рукав, значит у меня большой запас многолетней древесины и значит я получу большой урожай. Так вот, по этой многолетней древесине, во-первых, не всем сортам и гибридным формам этот запас ещё и нужен. Особенно современные сорта и гибридные формы, которые очень сильно растут, вот запас этой многолетней древесины им особо и не нужен. И второе, когда мы применяем обрезку вот на сучок замещения и плодовую стрелку, мы удлиняем срок службы рукава. Он с каждым годом становится большим в диаметре и в нём тоже больший запас многолетней древесины. То есть увеличение запаса древесины здесь происходит не за счёт удлинения рукава, а за счёт увеличения срока службы рукава, а значит и увеличения его диаметра. И кроме того, ещё такой момент. Сучок замещения никакого отношения к длине, к первоначальной длине рукава не имеет. То есть я могу выбрать первоначальную длину рукава, например, 1 метр и сформировать здесь сучок замещения. Могу выбрать полметра и вот здесь сформировать сучок замещения. А могу выбрать и 3 метра и вот там сформировать первый сучок замещения. То есть на самом деле не сучок замещения определяет длину рукава, а виноградарь определяет длину рукава. И он выбирает то место, где будет сформирован первый сучок замещения. Он как бы ограничивает вот эту первоначальную длину рукава. Вот это тоже нужно запомнить. То есть на самом деле сучок замещения это немножко про другое. То есть здесь не значит, что если у вас будет сучок замещения, то рукав будет коротким. все зависит только от вас как вы захотите какую длину выберите вот такая и будет длина рукава и так снова возвращаемся к этой схеме то есть как вы поняли за счет того что рукава слишком длинно удлиняются у нас появилась вот зона такого совместного плодоношения и это плохо и здесь возникла вот такая идея а если взять вот зону плодоношения вот этого рукава вот этой плодовой стрелки перенести вот в это место а зону плодоношения вот этого рукава вот этой плодовой стрелки перенести вот в это место то есть сделать рукава немножко длиннее и нам все-таки удастся разместить все рукава все плодовые стрелки без перехлёста но на самом деле вот при такой формировки когда у нас на одну плоскость будет три плодовых стрелки вот 1 2 3 и здесь 1 2 3 дополнительного места вообще-то и не будет и поэтому обычно для того чтобы сделать зону смещенного плодоношения вот этот средний рукав просто удаляют и давайте посмотрим на следующую картинку как это будет выглядеть значит мы удалили средний рукав у нас каждый куст теперь содержит два рукава но запоминаем это все для одной плоскости если у нас двух плоскостная шпалера то у нас есть еще два вот таких рукава то есть на каждом кусте у нас будет по четыре рукава по два рукава на плоскость кроме того вот в таком случае кусты можно посадить немножко ближе ну например вот два метра я нарисовал между кустами и смотрим например вот куст номер два вот у нас находится но его плодовая стрелка находится над кустом номер один а плодовая стрелка вот этого рукава первого куста находится над головой куста номер два и смотрите вот у нас третий куст у него длинный рукав оплодовая стрелка находится над головой куста номер два для второго куста точно такая картина и для четвертого я думаю вы поняли что зона плодоношения у нас теперь смещена то есть теперь каждый куст плодоносит не в той зоне которая ну вокруг него оплодоносит возле соседнего куста ну и кажется что все у нас хорошо и красиво получилось но давайте немножко все-таки посмотрим поглубже но вот мы сделали вот такую зону смещенного плодоношения предположим что мы вырастили вот эти рукава довольно длинными но теперь давайте посмотрим какая у нас длина рукавов так как расстояние между кустами у нас около двух метров то значит вот если у нас рукав плюс плодовая стрелка ну около двух метров если у нас расстояние между кустами будет больше например четыре метра значит нам удастся сформировать вот такой длинный рукав уже длиной четыре метра и естественно при такой длине там будет больше многолетней древесины но как я уже говорил это не всегда еще и нужно но давайте теперь рассмотрим дальше мы сформировали в первый раз вот нашу эту формировку со смещенной зоной плодоношения но нам же нужно все таки урожай получать и обрезать куст не один год и предположим что вот следующем году на четвертый либо на пятый год вот наш этот третий рукав начинает удлиняться он удлинился на 40 сантиметров и вот этот рукав с первого куста тоже удлинился на 40 сантиметров и что у нас происходит у нас происходит опять перехлёст опять вот в этом месте будет перехлёст соседних кустов только уже не соседних кустов а через курс это особого значения не играет там где у нас будет загущение там у нас естественно упадет урожай то есть несмотря на то что мы сделали длинные рукава несмотря на то что у нас смещенная зона плодоношения но длину рукаву мы опять же никак не можем ограничить они у нас продолжают расти но самая большая опасность не в том что они растут а что они растут не синхронно и к чему мы пришли а ситуация все та же у нас слишком быстро удлиняются рукава мы не можем удлинение этих рукавов синхронизировать между собой чтобы от плодовой стрелки разместить снова таким образом чтобы они не мешали друг другу мы практически ничего не сделали единственное что мы сделали это вот если у нас очень часто очень густо посажены кусты такая зона смещенного плодоношения дает нам возможность вот формировать нормальные вот такие ровная рукава с плодовой стрелкой есть если предположить что между кустами два метра то если не применять вот эту зону смещенного плодоношения то нам нужно каким то образом вот этот рукав изгибать и заворачивать вот над головой куста а вот этот рукав вот в эту сторону это будет тоже очень неудобно вот в этом зона смещенного плодоношения нам помогла, но наши рукава продолжают удлиняться. И помочь нам в этом могут, чтобы они не удлинялись быстро, только сучок замещения. Ну не только, но в данном случае сучок замещения. И вот перед вами следующий рисунок. Кроме того, что у нас здесь есть смещенная зона плодоношения, и если на наших рукавах будут сучки замещения, то вот благодаря этим сучкам замещения мы теперь можем контролировать удлинение рукавов. Естественно, это не всегда получается, но в большинстве случаев нам удастся, вот таким образом, имея смещенную зону плодоношения и имея сучки замещения, держать наши кусты уже со смещенной зоной плодоношения на своем месте. То есть благодаря вот этому сучку замещения, вот этот рукав, однажды сформированный длинным, и который имеет зону плодоношения совсем в районе другого куста, но вот благодаря этому сучку мы можем вот эту зону держать длительное время в этом месте. И вот тогда наши кусты снова будут плодоносить и находиться на одном и том же месте. То есть вы должны понимать, что сучок замещения и смещенная зона плодоношения, это совершенно о разном. Это как футбол и театр. Это разные вещи. Нельзя одно заменить другим. То есть обрезку на плодовое звено, на сучок замещения и плодовую стрелку нельзя никак заменить обрезкой со смещенной зоной плодоношения. Это совершенно разные вещи. Если мы хотим, чтобы наши кусты и наши рукава плодоносили всегда на одном и том же месте, то неважно, как сформирован наш куст, то ли обычным, традиционным способом, классическим, то ли вот таким. Тем не менее, для того, чтобы куст удержать на одном и том же месте, нам все равно будет нужен какой-то прием. И вот, например, в этом случае нам может помочь сучок замещения. И, собственно говоря, вот и все об этой формировке со смещенной зоной плодоношения. Надеюсь, вы поняли. Она никак не заменяет и никак не отрицает наличие сучка замещения. Вот это я и хотел вам донести. Потому что очень многие неправильно это понимают. Потому что даже в комментариях писали, что вот если применять вот такую формировку, то лет на 10 можно забыть о сучках замещения. На самом деле все совсем не так. А с вами был Юрий Егорутин. Плодовое звено, сучок замещения и плодовая стрелка. А также формировка со смещенной зоной плодоношения. До скорой встречи. До свидания. Пока.